Розы, пионы, гвоздики, георгины – десятки прекрасных букетов. Вот уже второй раз подряд на территории муниципалитета проходит фестиваль цветов. В этом году его открыл конкурс работ флористов с уникальной концепцией «Новое дыхание». Более 30 инсталляций на территории. Они очень разные, с разными подходами, но все несут тепло, свет, радость, цвет и свет. А еще красота и практичность. Основное требование задействует в работе строительный мусор и вторсырье. Одна из победительниц, москвичка Екатерина Юсупова, потратила на свой объект 4 дня кропотливого труда. Старое подвесное плетеное кресло, найденное на мусорке, плюс мох и потрясающие живые розы. И вуаля! Настоящий арт-объект готов. Олицетворение нашего сердца земли. То есть мы уничтожаем отходами землю, она умирает, но через него пробиваются все-таки вот эти цветы и эта надежда, что весь мусор будет переработан. А главный приз отправится в далекий казахский кустанай. Работа флориста Оксаны Трутьевой напоминает, что когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая, с массой новых возможностей. Вдохновила автора поэзия. Пока я готовилась, мне попалось на глаза стихотворение «Второе дыхание». Ну там о любви, оно такое близкое мне по ситуации пожизненной. В общем, я его взяла за основу. И когда мы уже приехали сюда готовиться к проекту, постепенно инсталляция стала немножко трансформироваться. Пройти мимо инсталляции, не сфотографироваться – почти преступление. Где еще можно встретить столько красоты и креатива? Здесь цветы все изумительные. Флористы, конечно, очень. Флористы молодцы. Постараюсь, конечно, есть такие вот моменты. Конечно, ты рот открываешь и хочется обязательно запечатлеться рядом с этой красотой. Стоять частичкой. Поэтому у нас еще большие планы. Впереди еще большая территория. Сотни фото или точнее цветных автографов дня сделала и гостья праздника Наталья Демьянова, которая признается, что при ближайшем рассмотрении понимаешь, сколько же сил, вдохновения и любви вложено в каждую работу. Когда слушаешь отзывы самих флористов, как они это делают, как они подбирают цветы, действительно начинаешь видеть вот эту красоту, что используют какие-то цветы более садовые, делают их на разном уровне, на разной высоте, создают объем, легкость. И в итоге начинаешь это видеть. И это удивляет, как действительно так люди погружены в профессию, в творчество, и у них получается. В планах организаторов сделать фестиваль ежегодным. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.